Что равносильно мудрствованию, что равносильно тому, что сказал Александр, не убить себе ген сопротивляемости. Мы ушли в совсем другую степь. И в наших рассуждениях тоже. Мы уже ушли. Не ушли, мы можем вернуться, ушли, пошел туда, погулял. Ну вот смотри, я согласен с повесткой дня в том смысле, что если взять новейшую историю развития страны, России, в которой мы находимся, она как раз по целикому полностью соответствует этому. То есть вот это состояние стагнации страны, в первую очередь экономическая стагнация страны, которая тянет за собой как приводной механизм все остальные составляющие стагнации. Я посмотрел, все ли записывается? Записывайте, записывайте. То есть последние 25 лет все это именно в этом состоянии находится. И тут я считаю, что все зависит от модели управления страной. Вот когда страной начинают управлять примитивные личности, тогда вот эта самая стагнация, спасибо, она и ясна, как божий день. Вот я могу вам откровенно сказать там, да? Вот я лет 15 назад всем своим друзьям и знакомым сказал, что Вова Путин, он кончит, его ждет судьба Пиночета. Вот 15 лет назад, когда первый раз своим знакомым это сказал, они все посмотрели на меня и мысленно покрутили, что у него не хватает. Потому что какой у Вовы был тогда авторитет там, да? Никакая у тебя. Да, какая рейтинговая поддержка там, да? И все были категорически не согласны с моим этим предсказанием там, да? 15 лет назад. Но сейчас это очевидно. Это очевидно, что это второй Пиночет, который ведет, который и дни, дни его, ну скажем так, года его, в политическом смысле дни и года это одно и то же там, да? Года его, на мой взгляд, они сочтены. Ну все равно больше всех. Слушай, а я вот хочу, знаете, что у меня сейчас мысль такая, ты вот поговорил по поводу этого, да? Вот смотри. Пиночета? Я говорю, нет, не Пиночета, а вот мудрецы за дураками идут след-след. Так мудрец, мы как пришли к выводу, это человек в олимпийском спокойствии. Он вообще никуда не идет. Он ни за кем не идет. Нет. А? Так. Мудрец-то, он вообще не идет. Он идет своей дорогой, конечно. Он идет со всеми вместе, но своей дорогой. Да, да, да. Именно. Он, для него мир не меняется. Ни в худшую, ни в лучшую сторону, потому что, наверное, у мудреца так понятие плохого и хорошего не существует. 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 Вот в этом контексте надо слово мир заменить на мироздание. Вот мироздание, это совсем другой термин, понимаешь? Ну, мир социальный, да. Да, он несет в себе другую смысловую нагрузку. Более расширенную. Да. И в этом смысле, вот, я бы оперировал бы этим термином. Слушайте, а вот смотрите, Александр, вот вы педагог. Я не только педагог. Мы замучаем сейчас. Я ничего не знаю, тот человек идет, который путем сам... Свежее лицо. Я вот на самом деле сейчас, Роман, знаешь, а я вот хотел бы, на самом деле, вот как бы, если вот так вот мы уже глубже, то есть, мудрец, вот в моем вообще, как бы, если в глубоком, это тот человек, который сопоставил свойства Вселенной. Это истина, доброта и терпение. То есть, честный, добрый, терпеливший. Истина, доброта. Вот так для меня мудрец, который именно свои поступки сопоставляет со свойствами Вселенной. То есть, как бы, вот для меня мудрец. То есть, если глубоко, вот прямо туда, в самую суть заглянуть. Мне очень понравилось. Истина, доброта и терпение. А у нас время, место, обстоятельства. Так, предлагаю сделать паузу. А я хотел бы сказать, ну, 30 секунд. Вот когда я был молодой, как сейчас. Ты стенографию освоил? Да, вот я, у меня хаос полный. Хаос предвестник порядка, скажем так. И вот я захотел быть сильным. Реально захотел. Думаю, сильным же быть круто. И на турниках, в штангу, в спортзал. Вообще не вылезал. И пошел в армию. А там механизм такой. Не всегда сильный выживает. А выживает умный. Я быстро перестроился, адаптировался. И захотел стать умным. И мне-то что сказали? Ты что, умный? Тогда неси вот эти коробки и возьми сразу пять. Возьми, чтобы три раза не ходить. А они тебя спросили, а откуда вы узнали, что я еще и сильный? А, по тебе увидел. Да, я же сильный. А, вы же умный. Умный? Тогда бери все сразу и неси, чтобы лишний раз не ходить. Но тут я так все проанализировал опять. И решил стать мудрым. И узнал, кто такой мудрый. Это которые вещи видят какие. И пошел на тренинг. И такой, я же мудрый. Я же несу мудрость людям. И говорю, я был сильным, я был умным. А теперь кто? Я мудрый. Такой. Блин, они сидят такие, смотрят на меня. Блин, прикольно. Влад, а, блядь, есть еще один уровень. Такие разочек зацепили. Какой? Просто быть. Я говорю, а как это? Ну, ты просто живешь. Я, блин, круто хочу. Но из него постоянно... Что же заслужиться у тебя такие были? Или это уже после? Это он сочиняешь сейчас? Нет, это потом после службы. То есть до армии он хотел стать сильным. Я стал. В армии. После армии умным, да. Он хотел стать умным. А после армии мудрым. Мудрым. А потом пошел и сказали, блин, ну ты че херней занимаешься? Просто быть. Но это сложно. Это, блин, архи сложно. Потому что я пошел на ножевой бой. А там рукопашники, они же практики, да? И я говорю, вот такая... Они говорят, блин, Влад, прикольно. И когда 12 человек в круг становятся, а ты в середине, и тебя каждый по очереди бьет. Ну, тренирует, скажем так. Бьет не то слово. И попробуй в этом, в кругу, в центре, когда... Это хорошо, когда ты сидишь дома, там, с чашкой чая, там, с пряником. И рассуждать. А когда ты в кругу сохранить вот это спокойствие... И они говорят, ну че, тебе удалось? Я говорю, нет. Некогда было. Ну, когда тебя... Ну, понимаете о чем? То есть, сытый может сидеть, рассуждать, а кто-то голодный. Ты о чем говоришь-то? Ну, опять об уровнях говорим. Кто куда идет, кто с кем идет. Все, поэтому пойдем. 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 Мы еще, может быть... Увидимся. Продолжение следует. Еще. Продолжение следует. Продолжение следует.